Вот как-то так. У меня голова очень большая, мозг не помещается. И вот так вот. Это значит не очень глубоко, да, потому что эта штука... Ой, кажется, я не так сделала. Не говори, что они острые. Нет, с сыром. Давайте минуточку АСМР. Как мыши. Что, да? Мне интересно было посмотреть, сколько поместитель меня. Что ты пробовала когда-нибудь? А я всю жизнь это ем. А что ты мне не говоришь? Я тут говорю, ты моя любимая чипса. Всем привет, мои хорошие. С вами Акеймир и неповторимая, обалденная, превосходная моя близняшка. А с Паттиной еще и спущенная. Ну, уже с челкой ты не очень похожа на мою близняшку. Ну, как на сестренку минимум. Мы, значит, на пляже отдыхаем, так скажем. Снимаем уже второе видео. Первое, кстати, на канале Фати. Обязательно заглядывайте туда тоже. Мы будем кушать сосиски в тесте. Я увидела эту сосиску в тесте на канале у Айки. Я сказала, Айка, делай что хочешь, ты должна накормить меня этими сосисками. Я требую. Они очень вкусные. Я когда покупала эти сосиски, со мной произошла такая история. В общем, девушка мне пробивает. Я иду к кассе. Я смотрю, что она пробила мне 3 моната 60 копеек. А должна была пробить 1,80. То есть в два раза больше. Я подумала, возможно, они так сильно подорожали, эти сосиски. А потом оказалось, что она мне пробила совершенно не то. Она мне пробила какой-то торт нечаянно. Такие маленькие тортики есть в форме сердечка. Хорошо, что девушка, кассир, заметила. Она открывала каждый пакетик и смотрела, что действительно внутри и что мне пробили. Она мне сказала, девушка, вы здесь переплачиваете, вам неправильно пробили. Идите выясните. Молодец. Так что всегда надо смотреть. Я помню, однажды я была в Браво. И там мужик просто пришел со скандалом и говорит, вы мне пробили ананас по цене... Он купил огурцы, а мы пробили ананас. Прекините. Хорошо. Что не черную икру. Да. Почему именно всегда вот эти вот моменты происходят в пользу магазинов? Моя мама всегда это говорит. Хорошо ошиблись. Почему не пробили вместо черной икры огурцы? Окей. Вместо ананаса огурцы почему не пробили? А наоборот. Как так получается всегда? А я честно, я обратила внимание на цену, но я подумала, что может подорожало и все так. Все-таки коронавирус и все дела. Потом выяснилось, что это очень вкусно. Очень свежее. Это только что из печи. Чувствуется. Пляж дала. И сосиска вкусная, я не каждую сосиску ем. У нас здесь просто пикник. Пришли на пляж, типа отдыхать. С Пашем тут видосы пили. Коешь? Пока нет. Ты еще одну доедаешь? На, пупсик. У меня большая была. Да ладно, не прикидывайся, ты слабая. Шутка. Короче, поэтому, ребята, не давайте вас обманывать. Всегда перепроверяйте. Никому нельзя добирать. Кругом обман. Я вам рассказывала, может кто-то помнит, у меня по домам работала одна женщина. Она все время мухнувала. Как-то пробивала продукты. Что она делала? Там же такой аппарат, сканер, да? Она, например, пробивала что-то от предыдущего клиента, пару вещей, ну на 2-3 маната, не на дорогую сумму, не на высокую сумму. 90 рублей. Да. Потом приходил следующий клиент, она это не обнуляла. Иногда она просто так делает, например, у меня семечки за 30 копеек всего лишь, она просто сверху пробивала и я давала 30 копеек, да? И типа это такой у нее метод. Она не обнуляет там. А потом она делала вид, что она просто ошиблась. И как будто бы я купила и предыдущие, а за предыдущего клиента и за себя. Хотя предыдущий клиент за себя купил, да, и заплатил, а я, получается, как лохушка должна за двоих платить. Поэтому надо быть внимательными. Потом она оправдывала это тем, что она ее считала, перепутала. Запуталась. Поэтому я предпочитаю идти в большие супермаркеты, нежели к таким мелким. У нас внизу есть супермаркет. Не то, что супермаркет, большой, маленький такой, знаешь, будка такая. И все. Рассказ на этом законе. Автор сценария, он Айка Эми. У нас просто есть будка внизу. Решила не сочетать его. Но на самом деле, я однажды просто попросила пакет. Они сказали, что вы купили семечки, и вам не полагается пакет. После этого я вообще не захожу к ним. Я покупаю арбуз, не знаю, за 15-20 метров от дома и тащу его, но у них не покупаю. Хотя у них такая же цена. Я не люблю хамство по отношению к клиенту. Да, не подумайте, это не из-за защиты экологии они делают. Они просто крысы. Им жалко. Мы купили семечки, вам не полагается пакет. Прикиньте. А куда грызть их? Вот именно. Да, я не хотела грызть во двор к нам, потому что там бедная бабушка убирается. Жалко ее. Кошмар. Как тебе мой педикер? Супер. Вам видно? Во влоге посмотрите. У меня красненький, я тоже могу показать. Правда, я могу в другую сторону. Моги показать. Там нет ногтей. Можно я перееду поближе к вам, чтобы есть эти булочки? Переезжай ко мне. Мы будем с тобой каждый день пилить видео. С булочками в тесте. Да. С булочками в тесте. С сосисками в тесте. Или с сосисками в булочке. Это очень вкусно. Помнишь, я раньше работала? Рядом с моей работой было такое место. Помнишь, ты ко мне приходила на работу? А я оттуда? Помнишь, в те времена? Это оттуда ты купила? А, нет, не оттуда. Я просто иногда вспоминаю, например, 3 года назад меня и Фатю, и сейчас. И мне кажется, как будто это не мы были. Я даже смотрю наши старые видео, самые первые наши совместные видео, как будто бы мы там совсем маленькие. Вроде бы 3 года назад, да, было? Да, такие маленькие, такие, прям как дети, как будто школьницы. Хотя всего пару лет прошло. У меня такое ощущение, что я тебя полжизни знаю. У меня тоже, я уже не представляю жизнь без тебя как-то. Я утром просыпаюсь, у меня войс от Фатю. Доброе утро, Майсик, что ты делаешь? Я ложусь спать, шесть войсов, которые нужно прослушать. Я очень не люблю, когда подруги друг другу очень долго отвечают, меня это бесит. Как ты мне, например, да? Да, где? Ты мне иногда не отвечаешь, да. Иногда она сидит онлайн и переписывается с другими людьми, а мне не отвечает. Неправда, это ложь, это клевета. Да. Будешь? Вечеринка. Вечеринка продолжается, я принесла еще пицца. Это не сломанный? Сломанный, но волшебство. На Фатином канале нечаянно мы с Фатей сломали вот эту штучку, открывашку. Так, внимание, это последний стакан. Если он тоже у тебя улетит, тогда будешь пить из грязного, из песочного стакана. Пить оттуда, да, из моря. Да, или придется не пить, потому что выбора у тебя не будет. Айка полдня без воды, это что-то нереальное. Ледяной кофе. Можно не любить это. Ой, Айка, какие чистые. Я получаю кайф от того, что мы сейчас здесь делаем. Орешечки. Не хватает пицца. Без алкогольного. Мои любимые. Это мои самые любимые чипсы. Леш, я не хочу шлистеть. Все, больше стакан от меня не улетит. Не говори, что они острые. Нет, с сыром. Давайте минуточка СМР. Давай. Как мыши. Мне интересно было посмотреть, сколько поместитель меня. Ты это пробовала когда-нибудь? А я всю жизнь это ем. Ай, что ты мне не говоришь? Я говорю, это моя любимая чипсы. Еще с этим, это вместе. Вкуснятина. Настоящая пляжная еда. Это начос. Я специально на пляжах взяла маску. Что, Бер? У меня здесь знаешь, какая маска с трубкой? О, прикольно. Хочешь, дай тебе покажу? Давай. Какие у нее технологии, слушайте. Продемонстрируем нашим зрителям тоже. Если этот стаканчик тоже улетит, это уже третий. Тетя Эля меня убьет. Тетя Эля сделает из тебя стаканчик. Смотри, какая штука. Вот так это делаю. Очень странно выглядит. Эти очки снимаешь. Вот так вот. Эти одеваешь. Вот как-то так. У меня голова очень большая, мозг не помещать. И вот так вот. Вот так вот. Это значит, не очень глубоко, да, потому что эта штука... Ой, кажется, я не так сделала. Вот так. Так у меня еще. Тогда это не очень глубоко, да, эта труба же не очень длинная. Ты что, хочешь на 10 метров, что ли? Не мешай мне выпьем, тебе просто... Своей трубкой. Извините. Вот так вот. Возьму и что. Я знаю, что тебе понравится. Ну, подожди, я всего могу, ты стесняешься. Да. Ну, хотя вряд ли. Напомни мне потом позвонить с бабушкой. Она меня не отпускала, прикинь. Как тебе это удалось? Я уж скоро на пенсию выйду, а мне не разрешают пойти на пляж. Одно, прикинь. Да. Я вообще просто... Весело. Ударила по столу и сказала, я иду и точка. Вау. В общем, ребята, на этом все. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на нас. Всем желаю приятного дня. Приятного аппетита. Увидимся скоро. Пока. Пока.